Я здесь сижу, перебираю клубнику. Здесь получается клубничка, которая красивая, такая ровненькая. Сюда я уже где, мало ли, где-то что-то уже начала портиться. Сижу, перебираю. Здесь у нас уже на подходе хлебушек. Осталось 12 минут. У нас открыто ворота, мы гостей ждем. Мы ждем хряка. У нас еще вчера Хрюша загуляла. Мы вчера искали, не нашли у нас. И везет тот же самый мужчина, что нам вез цыгана. Вот он же везет только уже другого хряка. Естественно, цыган-то. Это... Да что ты говоришь, цыган? Это получается отец нашей Хрюши. Интересно, цыган жив, нет? Узнаем. Скажу. Хочу вот эту вот розу. Подвязать как-нибудь, что-нибудь сделать. Что-нибудь с ней придумать. Она мне нравится. Так что ждем мы порося. Проверили еще раз. Точно, не точно. 3000 стоит у нас полчаса. Сейчас он привезет. Он сразу же дело свое сделает. И все. И заберут сразу же. Потому что это не здесь, не рядом. 30, что ли, километров от нас. Вот. Марта Рушана зовет. Рушан там, в той стороне сейчас. И зовет, кричит. Получится, что-нибудь засниму. Не получится, так не получится. Ладно, пойду дальше. Колубнику перебираю. Лишь бы услышать, что приехал. Свин. Могута и не услышать. Я говорю, попробуй поснимать. А так не знаю. Жара стоит. Едут, что ли? А нет. Нихряк. Кстати, по поводу штур. Я так ничего и не придумала. Я их так вот защемила. И все. И вот так вот они висят. Ничего, у меня есть в планах. Сюда жалюзи. Жалюзи нужны. Солнечная сторона. Это очень. Ладно, пойду. Клубникой надо заниматься. До хлеба скоро уже вытаскивать. Вот смотрите, как меня жена любит. Какую мне чашечку клубники сделала. Это не морозку. Кстати, смотрите на канале муж и жена. Как я доморозила клубнику. Ага. А на этом канале посмотрите, как я ее съем. Шучу. Что с машиной? Что с машиной? У меня либо плохая новость, либо хорошая. Либо аккумулятор просто сел. У меня есть подозрение, что что-то может быть сигнализация как-то его посадила, аккумулятор, потому что он полностью сел. Даже сейчас зарядное устройство не реагирует на него. Ну, реагирует, но не так, как должно быть. Вот. Либо второй вариант худший, это допустим, накрылся генератор. Дядя Коля говорит, что, скорее всего, ты уже сегодня и вчера как бы уже ездил на этом. На чем? Ну, на аккумуляторе ездил, как бы генератор не заряжал его. Вот. Он говорит, ты вот так, вот так проверь, потом я паспорт достаю, короче, читаем вместе с ним. А там написано как раз таки, он говорит, чтобы проверить, работает генератор или нет, машину заводишь, вот, и потом это, на пару секунд снимаешь с аккумулятора плюс, грубо говоря, снял, и это. И если машина заглохнет, ну, начнет глохнуть, то значит, генератор не работает. Если продолжает работать, значит, генератор работает. Вот. Мы читаем, короче, там даже написано, что кратковременно нельзя выключать. Дядя Коля говорит, вот, говорит, машины начали делать, говорит, без электроники. Раньше, говорит, без аккумулятора можно было ездить на машинах. Вот, так что сейчас, короче, пару часов жду я, если зарядиться, потом заведу машину, посмотрим, что получится. Что это такое? Пластик. Нет, наверное, кусочек там откололся от ведра внутри. Вот это все пойдет о заморозку. Так, на тряпку. Как? В горах. Помнишь, у Оли, разный мед? Белый мед там этот. Держи, держи, держи. Они сладкие снизу? О, сладкие. я что-то чувствую. Плюнула, короче, на эту клубнику уже не могу. Наверху здесь вот сидишь, жарко так. Ой, подождите. Жарко, душно. Я сидела, сидела, мне прямо здесь жарко. Села вниз, там сижу. на колени, колени мои, конечно. Ой. Так, кто-то к нам приезжал и привозил хлеб вот этот. Кто приезжал? Мы с кем-то шашлыки жарили, не помню. Как там? И вот у нас остался так, у нас свой хлебушек. Вот он, свеженький, только-только из печки достали. Так, я вилочкой люблю. Ну, как это? Ложка не удобная. О! Ждем, короче, хряком. Будем пока чай пить. Ну, рушек, кофе. Я чай попью. Это, короче, сейчас ты вариваешь. Машину оттолкнул, говорю, мне, машину надо убрать, говорю, сейчас хряк приедет. Важная персона. А он говорит, я, говорит, много чего видел. Женщина за рулем видел, говорит, но чтоб хряки ездили, говорит, я такого еще не видел. А, стол же твой, да? Угу. Давай. Вкуснотень. Самое главное полезное. Угу. Тарелка ездила? Вот он, принц. Чумазый такой. Ого, он выламывает. Мне хрюню жалко. У него аж слюни текут. Ой, я пойду лучше через дом буду снимать, я боюсь его. Все, пилотик, тихо. А то сейчас выскочит, блин, как побежит. Тихо, ты такой звонкий. Ужас. Тихо, пилотик. Сейчас лает, лает, лает. Пилотик. Оба. Оба. Давай сюда, стой, стой, стой. Ты что, там запись не клеишься? Давай туда, давай. Ого, цыган по 400 килограмм вымахал, нет его уже все. Вот у нас мясная порода, а вот ваш вот этот ландрес, они в помесье и сало и мясо. Да, она стоит, может у нее и забирать, да? Стой, 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 давай, вот ты любишь, блядь, стой сразу, а этот такой, а что ты не боишься, не нравятся женихи. Она стояла, давай, 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 сейчас встанет, сейчас она должна повыделываться же. Жарко. Не, не надо. Мы среду двоих поставили. Получается, сейчас рушит. Получается, он просто залез. Укроет, слава богу. Все, уходим, уходим. Ой, это, короче, тоже не просто так, так волнительно. Отойдем в сторону. Оно падает, и все, падает, и все, прям, уже разнервничались все. Смотрите, уже горошек. Ох, животные эти. Все, слава богу, покрыло. Сейчас 3000 отдашь, и, блин, и просто так. У нас было уже такое. Мы второй раз цыгана приводили. 3000 заплатили, и 3600 мы дали. О-о-о. И все, короче, без толку. Второй раз. Первый раз нормально. Няшка у нас после своей была. Да. Мало говорит. Они хотели ее на улицу выгнать, потому что там доски у нас. На улице, говорит, на земле они, их. Если они по всему огороду здесь побегут, это будет, конечно. Мне есть хорошо. Ой, дай бог, чтоб покрылась, а. Ой-ой-ой. Все, Васька. Кшш. Уходи. Он уже туда. Он не хочет от нее уезжать. Вонючий какой. Опять мимо. Давай сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Потихоньку, потихоньку. Заходь. Вот. Мой порой. Он побежал за дом. Молодец, молодец. Слышь, давай, давай! Да, вау! Да, мой хороший! Планка порвалась! А то хватит на сегодня аварий, Томас, машина, там какие-то проблемы. Что в итоге аккумулятор? Сейчас пока заряжается аккумулятор. Я клубнику перебрала, не обращайте внимания, Бурка Марту зовет. А, вот оно в чем дело. Здрасьте, здрасьте. Шланг спорвался. Ой, смотри, это в галоши нальешь. Аккуратно. Шланг порвался и не точил. Руш, а ты видел, что у нас здесь? Они уже в легкую выбегают. Где я видела их? Бабушки снимала видео. Не, на первом этаже точно. На первом этаже? Да, 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 да. Ой, блин. Кто там сидит? Там кто сидит? А? Эй, бумажка. Дай посмотри. А тут кто сидит? Такой маленький? Спать хочет. Ничего. Там тоже, по-моему, засыпает. Ой, блохастик. К нам вот приезжал мужчина, который привозил хряка. Он говорит, это бролеров тягает ласка у него. Да? Мамашка. Все, закрывай. О, всю клетку погрызла. Смотрите, всю дверку погрызла. Ах ты, мамашка. Малыш, малыш. Ну, тут выше, конечно, а тут еще они. Нет. Еще не выходят. Сейчас вам покажу. Ох. Вот эти птицы такие интересные. У них такие клювы длинные. Не знаю, что это за птица даже. Она летит, знаете, на что? На навоз почему-то. Мы были просто на ферме. Вот они там на навозе сидят, эти птицы. Все. Здесь одни стоят, здесь вторые стоят. Очень удобно. Вот так вот. Что, у вас корм закончился, что ли? Да вы что? Уже? Только недавно насыпала. Сейчас пойду насыплю. У вас есть. У них тут две кормушки, две поилки. А, кстати, поилку, наверное, надо им тоже поставить одну большую. Рушан! А ты же им поилку купил. Сейчас они лекарства допьют. А, лекарства допьют? Ага. Пойду надо брулеров, это старшеньких покормить. На, вот сразу ведерко как раз берем. Ведерко набирать? Да, и это. Ага. Все, синее ведро освободилось. Что оно тебе нужно поданьте? Ну, это твои ведра пусть будут. А, ну здорово. По какую ягоду? А? По какой ягоду? По какой ягоду? По клубнику? Там по вкусу и по... А, вот увидите. Он вот-вот и все. Быстро заберет. Это он просто часто говорит. Тихо не поли контору. Давай я и говорю. Так, вам еще надо корма и травы. Ага. Мы с запасом берем по два мешка сразу. Что, хватит им или еще сейчас откроем? У этого хватит им. Ну, давай. Угу. Все. Слава Богу. Я уже теперь думаю, блин, насос покупать. Это слишком было бы много ЧП в один день. Слишком много сюрпризов. Да? Хватит. Хватит. Ага. Так, все, пошла на кухню, ужин готовить. Слышаем. А? Нам катушку надо в конце поливать. Только я еще попробовал, она вообще... И что ты предлагаешь? Хватит. А что, зеленый не можешь подключить? Угу. Не хватает. Ладно. Тут нет, его разорвется там. Угу. 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 Блин, а что ж мы так далеко, да, посадили картошку? Капец. А об этом мы не подумали. Китане тоже говорят. Там, вот, трещина, говорит, у нас, палец, говорит, они поедут покупать. Вот. Че позже. Пару бухт. Пару бухт. Пару бухт. Пару бухт. Да. Увидят они сейчас нынешние цены и передумают пару покупать. Да. Давайте как-то... Это кот какой-то, да? Давайте как-то это по очереди. Попробуем поливать. Ну, нет. Надо предложить, сказать, что просто... Ну, их как по очереди. Они поливают, мы поливают. Все поливают в одно и то же время. А им зачем в конец огорода поливать? У них там эти... Толицы, которые, да. Кобачки. Да. Ну, вот предложи, пусть сегодня они польют. Завтра мы их будем поливать. И через день так. Будем друг другу шланги одалживать. И с такими ценами ты что, не накупишься их? 2000 фланг стоит 20 метров. В прошлом году он стоил 2100. Две с половиной сейчас самый дешевый? Да, две с половиной, да. Нет, есть там по 1000 рублей, но там фланг, который... Вот для такого. Вот здесь его подключить, его просто разорвет. У нас видел хрюша в отплючке? Такая смешная. Лежит, вон она. Лежит. Лежит. Кстати, делала сегодня салат с наших огурцов. Вкусный салат получился. Огурцы вкусные. Машина не заводится. Не заводится. Не могу даже завести. О, у нас тоже что-то ворота все обкаканные. О, этот забор. И здесь ворота мыло. Что-то опять везде грязные ворота. Ладно. Ого, какая красота. Ого. Вот это красота. Ладно, я там лазанью готовлю. Готовлю, поставлю и поливать побегу. Заехал. И что, и как у тебя это получилось? Здесь колен аккумулятор старый. Даже старый аккумулятор. Так все-таки в аккумуляторе дело? Угу. Сейчас это мы поставили заряжаться. На ночь поставим заряжаться. Таким. Ведь коли просто зарядное устройство, оно как бы еще старое, советское, самодельное. Угу. Львова принес сейчас свое. Кто принес? Львова. Угу. Ну, заводское. Так попробуем, может быть, этот. Идем дело. А так надо сейчас найти гарантийный талон, чтобы на машину быть. А где мы его брали? Половской. Половской. Так все-таки аккумулятор, да, Сдух? Угу. Надо же. Смотри, когда мы его покупали. Год, по-моему, не отработал он. Да, года нет. Львов, говорит, бывает такое, оно тоже было там. Угу. И что, не должны поменять на новый? Да. А, да ты что? Сейчас я поищу. Давай еще. Давай еще. Угу. Ой, ну слава богу, а то я думаю, знаешь, это нам же пчел везти. Да. Я думаю, блин, а как теперь пчел везти? А тут, по-моему, нет, Рушан. А там карточка, может быть, тоненькая. Угу. Ну ладно. Либо хотя бы чек такой. Ага, ладно, тогда я пойду за проворота. Эй! Вот этот вот котик молоденький, ходенький такой, длинный. Ход, давай, ход, давай. Не видно его, наверное, уже темно. Что, пока не нашел? Пока нет, что буду искать. Ага. Мы сейчас будем ужинать. У нас на ужин вот такая вот лазанья аппетитная. Вот такая лазанья. Так что всем приятного аппетита, кто будет есть. Чищу старые рамки. Смотрю, какие рамки еще живые, а какие нет. Тебя никто здесь не кусает? Нет. Угу. Кусает. У меня все кусают. Комары кусают. Комары кусают. Мушки кусают. Даже Марта пытается порой надо бы укусить. Ну, а близко пока. Уже не замечаешь. Кусает. А днем жарко и не заниматься. Так время 11 уже. Сейчас немного почищу. Что-то я пошла домой, а ты потом зайдешь на кухню лазанью и поставишь в холодильник. Угу. Сейчас она как раз пока ты здесь начистишь, это все постынет. Сейчас мне нужно подготовить. Откуда собрался? Возможно, если все получится, пару уликов появится возможность вывести на кориандр. Кинза по-другому будет свести. Вот. Здесь мне нравится колхоз. Вот, допустим, пчеловоды. Они же выезжают, получается, на поля, на подсолнухи, в сады. Вот. И для того, чтобы пчеловодам было в период до подсолнуха кто-то челом кушать, они целые поля засаживают кориандром. Понимаете? Им, в принципе, кориандр, как бы, по сути, не нужен. Вот. Но для пчеловодов именно сажают поле целого кориандра. В период, пока начнет свести подсолнух, между акацией, этот промежуток, чтобы пчеловоды не страдали. Вот так вот. Помогая пчеловодам. Продолжение следует...